Можно сказать, что заявления Ангела Меркель для многих эстонских политиков оказались холодным душем. Первая эмоциональная реакция сводилась к тому, что Меркель высказывает лишь точку зрения своей страны и опирается на потерявший актуальность договор между Россией и НАТО 1997 года. В соответствии с этим договором, стороны после завершения холодной войны перестали рассматривать друг друга в качестве врагов и обязались не размещать существенные боевые контингенты вблизи границ. Председатель комиссии Ригико по делам ЕС Марк Михельсон счел, что после событий в Грузии и Украине опираться на этот договор нельзя. К тому же Россия целенаправленно укрепляет свою военную мощь в западном регионе. Экс-министр и лидер Союза Отечества Республики Урмас Рейнселу заявил, что Эстония должна прямо и недвусмысленно защищать свои интересы на всех возможных уровнях. Предстоящая встреча с президентом США Бараком Обамой и саммит НАТО станут прекрасными возможностями поговорить о постоянных военных базах НАТО в странах Балтии. Однако постепенно резкая риторика правящей коалиции теперь стала заметно осторожнее. Все-таки подобная атака из маленькой Эстонии на такого политического тяжеловеса, как Меркель и, соответственно, Германия выглядела довольно странной. Заявления Ангела Меркель надо рассматривать в полном объеме, а не ограничиваться отдельными вырванными частями. Важно то, что канцлер ФРГ, как и все союзники, подтвердила, что привержена системе коллективной безопасности НАТО и готова защищать своих союзников. Присутствие НАТО в странах союзников будет отвечать необходимости. Уже сейчас в Эстонии присутствуют военные НАТО. Я совершенно уверен, что после саммита Североатлантического союза их число увеличится. Я об этом говорил и с Ангела Меркель. Будут и новые учения, так что безопасность нашей страны и региона укрепится. Называть же размещение НАТОвских подразделений постоянными базами или как-то по-другому не столь уж важно. Тави Ривес также сказал, что в Эстонии есть достаточное количество военных баз и для укрепления безопасности страны совсем необязательно строить новые базы в традиции холодной войны. Главное, чтобы присутствие партнеров стало постоянным. Еще недавно она ограничивалась четырьмя самолетами воздушной полиции в Литве. Теперь истребители НАТО базируются и в Эморе. Скоро немецкие самолеты сменят датские. В Эстонии находится 150 американских десантников. Они скоро вернутся на постоянную базу в Италию, но им на смену США вышлют в страны Балтии и Польшу 600 военнослужащих вместе с тяжелой техникой, включающей танки, боевые машины пехоты и БТР. Министр обороны Свен Миксер напомнил, что дополнительные меры принимаются и в соседних странах. В Польше может разместиться подразделение штаба НАТО, а в Норвегии расширятся возможности складирования боевой техники. И сама Ангела Меркель на все выпады никак не реагировала. Напомню, что система коллективной безопасности НАТО остается незыблемой, и надо лишь наращивать инфраструктуру, чтобы нуждающиеся в помощи страны могли принять силы быстрого реагирования и проводить совместные учения. А контакты и диалог с Россией, по мнению германского лидера, надо поддерживать. Ведь конфликт в Украине не единственный кровавый кризис в мире. Ответы должен дать саммит НАТО, который начнется 4 сентября. Владимир Михалков, Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.